Суббота, 7 утра, полная срань, и мы выбегаем на длительную. Сегодня у нас в программе поиск старого заброшенного аэродрома. Фиг знает, может он военный, может геологам принадлежал, но добежим узнаем. Нас ожидают примерно 60 километров леса, рек, болот и всякой такой хреновины. У нас уже полная осень, поэтому у нас сегодня мембранные носочки подготовились, утеплились. И сейчас вперед навстречу приключениям. Ну а рассвет у нас начнется где-то через час. Поэтому сейчас у нас буквально километр-полтора по городу с фонариками, ну а дальше в лес, в потемки. Приключение началось. Сейчас сумасшедшие люди куда-то в лес, в темноту. У фонарика, кстати, не видно. Собрались, блин. Тут хрен поймешь, то ли это утренний бег, то ли это ночной. Так, только если подсвечивать, слегка видно силуэты. Вот сейчас фонарик убрал и все. И ни хера не видно, кто впереди бежит. Фонарик появился, и вроде видно беговые ужасы. Так бежишь без фонарика, и вроде классно. Фонарик включает, еще такой, ааа, нас двое! Охренеть, и сразу паника. Все, у нас рассвет. У нас уже пошел 20 километр. Грубо говоря, первую десятку преодолели. Уже бежим по лесным усам. И впереди у нас броды, болота. Какой-то заброшенный военный аэродром. Вообще, охрененно, еще 50 километров счастья. Подъемчик небольшой. Чуть левее. И нам, в общем, куда-то вон туда. О, здесь даже можно немножко пробежать. Так, ну, вроде все. Вот, идем вдоль трека. Там плюс-минус пару метров. Лево-вправо это фигня. Сегодня это первый день с новыми часами. Сегодня у них боевое крещение. И сразу трейл где-то в жопе мира до 60 километров. Как-то так. Впереди у нас самое основное препятствие – это река. Ура! Нашли тропу. Теперь можно двигаться чуть побыстрее, чем просто по лесу. Вот, слева у нас внизу река. И это как раз то, что нам нужно будет сейчас пересечь. Это вот первое препятствие на маршруте. Ошибись. Так. Сейчас. Идем к реке. Оценить масштаб трагедии. Нам где-то здесь нужно пересекать водные преграды. Ох ты ж. Очень хорошо, что вода ушла. И у нас есть шанс. Но, блин, все равно придется, судя по всему, мокнуть. Там вот, смотри. О, да. Да, слушай, красотища. Все, добрались мы, наконец-то, до речки. И теперь выбираем место переправы. Мы сейчас вот туда сходим, посмотрим, как там. Виды вот такие вот. И вот сейчас вот будем по этим мокрым, скользким камням перебираться. Ну вот наше приключение. Вот по этим камням. Уже нормально, в принципе, можно. Они там мохнатые такие. Да. Да, вот так вот. Дурачкам не спится лучше. Главное на живые. Которые живые, тебе страшно. Вот так. Вроде бы, ох ты ж. Я даже иду. Офигеть. Вот где еще такую красоту увидишь, а? Это просто красотища. Речка шумит. Рассвет. Небо розовеет. Камни. Мокрые, местами скользкие. Трейлранеры суровые, карельские. Как не хотелось быть сухим, походу, это сегодня задача недостижимая, потому что все-таки вон там кусок реки, где придется в воду зайти. Вот здесь придется переплывать. Фиг знает, какая глубина, но походу по колено. Ну, бля, она здесь по поясу. И там же камни, там должно быть камни. Вот, вон там камни, я смотрю, где возле дерева. И вот тут, где пороги. Нас ничего не остановило. Понаходили в лесу вон забоброванных деревьев. Построили себе небольшой мостик. Сейчас мы попробуем по нему перейти, бля, где-то полный песец. Пока строили, времени, конечно, прошло хреново куча. Зато рассвет и виды на реке. Просто солнце уже встает. Обалденно. Давай, пошел. У нас есть маршрут, у нас есть цель. И нас ничего не остановит. Более. Ты все, ты. Страшно? Да, у нас не сказали, что страшно. Я перебрался. Ничего не остановил. Ну, в принципе, нормально. Переправа вышла хорошая. Палка подлиннее бери вот здесь, потому что там и течение, и глубоко. Давай. Палка нужно было замерить глубину. Все. Вот так вот. Ну, все, мы сделали это. Мы молодцы. Это только первое препятствие. У нас по карте еще где-то две реки там есть, или не три. Ну, там вроде мосты были, но я не уверен. Это не точно. Но то, что реки еще две. Но с мостами, наверное. Ладно. Ну, мы, если что, умеем уже строить мосты. В общем, все, нам в лес. Так, ну, у нас небольшое болото. Спасибо мембранным носкам. И это мокрое болото ощущается просто как полянка. Рассвет. Солнышко. Небо голубое с облаками. Блин. Это просто восхитительное утро. Блин, опять забрались в лес. Сейчас у нас по плану идем к ареалу обитания бобров. Район, где больше всего их плотин, хаток и прочие фигни. Сейчас посмотрим, так ли это есть. Насколько достоверна информация про бобров. И, в принципе, мы уже в районе этого заброшенного аэродрома. И начнем искать аэродром. Ну, сперва к бобрам. Так что, бобер-курва, япер-доля. Вот, где-то вот здесь вот, в прототе, должны были быть бобровые плотинки. Первое место, которое было отмечено, что здесь должно было быть плотин и бобров, ни хрена. Плотин нет, бобров нет. Чуть-чуть деревьев. Вода вон ушла вообще. Наша схема. Уже осталось 30 километров. Просматриваем наше местоположение. В общем, походу, где-то вот здесь вот был аэродром. Ну, начинался, во всяком случае, по схеме. Потому что как раз вот болото. И от болота в ту сторону вот так вот располагался этот аэродромчик. Песец. Просто прибежали посмотреть заросшую поляну. Но эта поляна была заброшенным аэродромом. Вернее, аэродромом, а потом стала заброшенным. Аэродромище мы нашли. Бобров пока нет. Да, здесь находился аэродром. Но вывески ни хрена нет. Поэтому вот сами по картам. Тропинка вниз куда-то пошла. Ну, а мы пока дальше. У нас по плану бобр-курва. Вышли к реке. Бобровка всегда ни хрена. Бобры все курва. Блин, до речки пройти вообще нереально. Ах, блядь, и по лесу тут здесь тоже. Хрен пробежишь. Ладно, выходим на маршрут. Ладно. Нашли мы, где раньше жили бобры. Вот остатки хатки. Вот там, где они заплывали. Канал их подводный. Вон это стройматериал. Уже весь высохший. Сушиные такие. Это первая хатка. Вон там, вон вторая виднеется. Все-таки, да. Здесь жила популяция бобров. Когда-то. Да, знаешь. Это интересно. Они прям плавали. Слушай, канал себе что-то рыли? Какие здесь бобры-инженеры, блядь. Он здесь со своим толстым курвобрюхом выползал и полз. Вот хатка бобревая. Слушай, а это целая. Это разбитая. А это вот целая хатка. Начался обратный путь домой. До дома 28 километров. Вот пиздеца, болот и прочие жести, блядь. Мы, походу, сегодня не набегаемся, а находимся. 40 километров пройдено. А пока еще два десятка осталось до дома. А пока сидим, отдыхаем на речке. Наши путешествия домой продолжаются, блядь. Охренеть, сейчас тут прогулялись километр. Под лозунгом, я знаю короткую дорогу. Тут через болото и медвежье говно. Недалеко. Прошлись, блядь. Ладно, хорошо, что с обладателем говна не встретились. Зона санитарной охраны. Что там у нас? Вот такие вот мы, нарушители. Так, что у нас здесь? Открыт в 79-м. Ого. А, в больничном, да. О, Костомокс, источник лечебной радоновой воды. Открыт в 79-м году, исследован в 89-м. Используется с лечебной целью. Ну, посмотрим, что здесь. А он закрытый здесь, вот. Колодец. Ну, уже поднимать не будем. В общем, здесь у нас источник лечебной радоновой воды. Ну, кто-то все-таки захотел поднять. О, вон, воды видно. С листьями. Все, любопытство удовлетворено. Все. Радоновый источник посмотрели. Ну, в принципе... Так, сейчас мы дверку захлопнем. Опа. Вот так вот. Все, программа максимум. Просто сегодня у нас песчаный карьер. Строительство моста, чтобы до всей этой херни добраться. Медвежье говно. Аэродром. Бобровые хатки. Радоновый источник. О. И теперь еще бы нам добраться до дома. И будет просто шикарно. Все, под конец мы решили немножко маршрут слезать на 2 километра. Ну, и вот нахрен. Там просто уже такая дичь осталась. Целый километр воды. Затопленной трассы. Поэтому решили уже возвращаться по лайту. Финальные метры. Обалдеть. Субботняя длительная закончена.